Первые пациенты начали прививаться от гриппа еще в конце августа, как только город получил необходимую вакцину. Тогда прививки были сделаны школьникам, студентам, работникам образовательных организаций и пенсионерам. Об этом Анатолию Пахомову в ходе рабочей встречи рассказала его заместитель по социальным вопросам. На сегодняшний день из всего контингента, который нам надо провакцинировать, а в этом году самая большая цифра, мы всегда были 36, 38, 40 процентов. В этом году мы для того, чтобы себя обезопасить, по требованию Роспотребнадзора, 42 процента населения будем вакцинировать. Активно участвовать в вакцинации, напомнил глава города, должны работники торговли и общепита. Те, кто по роду своей профессии, контактируют с большим количеством людей. Они могут активно передавать этот грипп, и поэтому самое главное нам довести, чтобы 100 процентов работников отрасли торговли, общественного питания и услуг обязательно эту вакцину приняли. Анатолий Пахомов поручил проработать график иммунизации сотрудников ресторанов и магазинов. Сегодня в первую поликлинику пришли первые такие пациенты. Так как в организациях общественного питания мы непосредственно коммуницируем с людьми, постоянно, каждый день, соответственно, заботиться о моральном и физическом здоровье наших сотрудников, наша прямая обязанность. В коридоре никаких очередей. Для прививок от гриппа выделено отдельное время. В кабинете у врача подробный рассказ о вакцине и реакции организма на этот препарат. Может быть такое состояние, вроде как вы заболеваете. Ничего не делаете, оно все проходит в течение двух-четырех дней. Как говорят врачи, прививка от гриппа необходима абсолютно всем, в том числе беременным женщинам. Тем, кто заботится о своем здоровье и хочет обезопасить себя от тяжелых осложнений. Прежде всего это пневмония. Вирусные пневмонии – это достаточно тяжелые осложнения. Гриппа, к сожалению, бывают и с летальными исходами. Для того, чтобы обезопасить себя и создать тот иммунитет, который нам необходим от сезонного гриппа и всех других остальных гриппов, которые мы можем предположить будут в этом году, необходимо привиться вовремя для того, чтобы иммунитет сформировался. Как рассказали в первой поликлинике, в этом году здесь уже привились 24 тысячи человек. В первую очередь пациента с сахарным диабетом, хроническими заболеваниями дыхательных путей, астмой. Все же в Сочи вакцину уже получили около 100 тысяч сочинцев. Это более 50% от намеченного управлением здравоохранения плана. Завершить прививочную кампанию на курорте должны до 15 ноября.